Как дела, ребята? Это девчонки, и добро пожаловать обратно в замок ботаников. Сегодня в мире инди-игр мы собираемся проверить небольшое название. Я больше не могу часто просматривать маленькие названия. Канал, как правило, фокусируется на инди-играх АО, но я решил вернуться к своим корням. Вернемся ко временам разрушителей. Сегодня мы проверяем игру, которая стоит всего 2 доллара, 2 доллара, 3 доллара. И сейчас это ранний доступ, и я действительно был в восторге от него. Это запись. Это вернуло меня в детство. Это действительно так. Это одна из тех игр. Если бы она была на Супер Нинтендо, я бы потратил на нее сотни часов в детстве. Выжившие вампиры. Если вы не знаете, что это за игра, то на самом деле это довольно умное маленькое название. Я знаю, как и в первые пару минут этого видео, как только мы начнем играть, вы скажете, я не вижу привлекательности, но поверьте мне, она есть. Выжившие вампиры — это обратный пулевой ад. Итак, в случае большинства игр Bullet Hell вы являетесь персонажем, и вам поручено точное движение, чтобы избежать пуль и избежать уничтожения. Это рогалик, который немного отличается в этой игре. Вы — ад для пуль, и враг пытается пробиться сквозь ваши пули. И так или иначе, игра находится в раннем доступе. Здесь пока не так много контента, но он есть. Если основной цикл игрового процесса зацепит вас, как это было со мной, я думаю, вы действительно очень хорошо проведете время. Итак, мы перейдем к выжившим вампирам. На данный момент в нем три или четыре разных персонажа. Там есть несколько разных предметов. У нас здесь есть коллекция. Это своего рода то, что существует в рамках игры на данный момент, но со временем будет добавлено еще больше. Это самое приятное в играх с ранним доступом. Итак, давайте углубимся, и я дам вам приблизительное представление о том, как работает игра. Мы должны выбрать персонажа в самом начале. Вы можете позвать Антонио. Он весь в атаках ближнего боя. Вы можете взять Эмельду, с которой я еще не играл, а затем вы можете взять Паскалину, с которой я играл совсем немного, которая полностью посвящена магии и дальнобойности. Давайте продолжим и попробуем нового персонажа. На самом деле, Эмельда, я еще не пробовал ее, так что мы дадим ей попробовать. Ваш средний пробег в этой игре составляет всего 5-10 минут, прежде чем вы будете уничтожены. Но это действительно, действительно весело, и поэтому мы получаем больше опыта каждые пять уровней. Хорошо, звучит неплохо. Это игра, в которой вы передвигаетесь с помощью W.A.S.E.D. Вы в значительной степени не контролируете свой характер, кроме движения и выражения лица. Прямо сейчас она автоматически запускает эти волшебные ракеты, чтобы убивать врагов, и эта игра очень, очень быстро сойдет с ума. Голубые кристаллы, которые я подобрал с Земли. Это кристаллы XP. По мере того, как вы получаете их больше, вы повышаете свой уровень и получаете возможность получить случайно выбранные способности, которые сделают вас сильнее. Прямо сейчас я собираюсь пойти дальше и привести ее волшебную палочку в порядок, и привести в порядок, чтобы мы могли выпустить две пули из волшебной палочки. Итак, как вы можете видеть, единственным недостатком двух пуль волшебной палочки является то, что они, как правило, стреляют в одну и ту же цель. В некоторых случаях это похоже на хорошее, а в других на плохое. Итак, мы собираемся немного разнообразить наш заклинатель заклинаний. С помощью пользовательского интерфейса в левом верхнем углу вы можете увидеть, какие способности мы накопили в настоящее время, какие реликвии мы собрали по пути. Здесь, наверху, вы можете видеть по его черепу, сколько врагов мы убили. Вы накопили так много денег за время своего бега, что ваши деньги останутся. Поэтому, когда вы умрете, вы сохраните свои деньги и используете их для покупки новых персонажей, чтобы купить новые способности, чтобы купить новые предметы. Подобные вещи, чтобы дать вам лучшее самочувствие, больше шансов выжить. Я собираюсь пойти дальше и взять Библию Короля. Это звучит неплохо. Время от времени вокруг меня будет кружить Библия, и тогда я смогу войти во врага и уничтожить его. Так вот оно что, прямо здесь. К сожалению, это длится не очень долго, и это не очень хорошо на первом уровне. Но Библия Короля на самом деле немного недооценена. Если вы поставите время на эти маленькие бра прямо там, они бросят предметы, так что вы увидите, что мы получили от этого один золотой. Это не очень много, учитывая большинство вещей в этой игре, потому что нужно разблокировать сотни золотых. Но позже мы получим больше золота из других источников. Я действительно думаю, что нам понадобится заклинание, которое будет немного больше нагревать, немного больше нападать, прежде чем мы зайдем слишком далеко в игру. Но я просто позволю этим парням собраться в группу и немного продвинуться вперед. Прямо здесь Библия немного пострадала, и это просто фантастика. Мы пойдем дальше и захватим еще пару кристаллов опыта прямо там, на периферии боя. Хорошая новость в том, что ни один из ваших предметов не исчез с земли. Они остаются там навсегда. Что значит хорошая, хорошая работа, разработчики. Я ненавижу в видеоиграх, когда предметы исчезают с земли, начинают мигать и все такое. У нас есть Почони. Я никогда раньше не видел этот предмет, так что я возьму его. Похоже, что он действительно обстреливает врагов в разных направлениях, так что это должно быть очень весело. К сожалению, ему не нравится, знаете ли, постоянное нацеливание или что-то еще в этом роде. Но как только мы начнем... О, здесь есть красный драгоценный камень, который, по сути, мгновенно повышается на этом уровне. Да, я рискну ради печенья, чтобы схватить это. Давайте продолжим, и мы получим еще одну Библию Короля. Таким образом, у нас будет еще много-много Библий, вращающихся вокруг нас. У нас действительно есть неприятная маленькая группа летучих мышей прямо там. В этой игре есть что-то вроде модификаторов, которые будут срабатывать случайным образом. О, нам это едва сошло с рук. Это было почти очень-очень плохо. И эти маленькие стаи летучих мышей являются одним из таких модификаторов. Это не особо говорит вам о том, какой модификатор активно происходит в любой момент, но как будто есть армии нежити, которые будут появляться, и они будут маршировать на вас с одного направления, как бесконечная волна. Есть растения, которые окружают вас и медленно ползут внутрь и блокируют вашу зону передвижения. Есть стаи летучих мышей, которые, очевидно, довольно сильно заставят вас перейти на ГТФ. Там есть еще один уровень, который выглядит хорошо. Я, вероятно, получу пожары, еще один снаряд, и площадь базы станет больше. Вообще-то я собираюсь взять хлыст. Итак, что делает хлыст? Так это заставляет меня качаться в одном направлении. У меня сейчас не так много вещей, на которые я мог бы нацелиться вручную, и поэтому я хотел бы иметь в своем репертуаре атаку, которую я немного контролирую. Итак, как вы можете видеть прямо здесь, он тоже проникает во врагов и позволяет нам очищать стены от врагов немного эффективнее, чем все остальное, что у нас есть в настоящее время в нашем репертуаре. Здесь есть немного еды. В этой игре действительно есть достижения, связанные с оружием. Что я подразумеваю под достижениями в области оружия, так это то, что вы получите разблокировки в этой игре в зависимости от того, что вы делаете во время прохождения. Так что, например, соберите 200 монет за одно прохождение. Что-то вроде того, чтобы исцелить себя 20 раз за одно прохождение. Я возьму крылья, чтобы немного ускорить движение. Это звучит очень-очень хорошо, но это минималистичная игра, которая действительно заимствована из серии игр Robotron Spir. И если вы не знаете, что такое Robotron, то я действительно встречаюсь сам с собой прямо там. Но Robotron был очень похож на эту игру в аркадах, когда я был ребенком. Но тогда графика была проще. И я знаю, о чем вы говорите. Вы такой, ну, в этой игре довольно простая графика. Насколько это может быть проще? Robotron был в основном сделан из треугольников, квадратов и прочего, но это была та же общая идея. Бесконечные волны врагов атакуют вас, вы получаете различные способности и прочее, и вы уничтожаете тысячи врагов. Давайте продолжим и сделаем нашу волшебную палочку немного быстрее. Это немного ускоряет процесс, и я думаю, что это действительно может быть полезно. Эти библии здесь работают прямо сейчас. Чувак, старый король Джеймс действительно уничтожает некоторых врагов нежить. У нас сейчас происходит что-то вроде армии зомби апокалипсиса, или что-то вроде апокалипсиса скелетов. О, денежный мешок. Да, я возьму это. Дайте мне вон тот мешок с деньгами. Мне нравится прогрессия. Прогрессия — это весело. Хорошо, и так, мы собираемся пройти через середину прямо там. У нас есть несколько призрачных парней, с которыми нам нужно разобраться. Я действительно думаю, что карта немного бесплодна, и поэтому я хотел бы увидеть, например, что-то на карте вот так. Например, в том виде, в каком она сейчас находится. Похоже, что карта работает по циклу. Вы как бы просто ходите вокруг да около. Я действительно думаю, что было бы действительно убедительной идеей, если бы на карте были ячейки, и у каждой ячейки был случайный шанс. Давайте предположим, что у нас есть сетка квадратов размером 12 на 12 для вашего среднего прохождения. Это повторяется, когда вы заходите слишком далеко в одном направлении. И на этих квадратах вы могли бы разместить что-то вроде деревни. А в деревне есть кузнец. И кузнец может улучшить ваши способности за часть вашей валюты, чтобы все пошло своим чередом. И там, как и в другой области, будет башня волшебников. Башня волшебника улучшает ваши магические способности. Честно говоря, им это даже не нужно. Им это даже не нужно для обновления. Я думаю, что они могли бы использовать эту идею прямо здесь. На самом деле довольно успешно. В качестве обязанности по перемещению персонажа, если бы они поиграли с этой идеей. Так что давайте скажем, что каждые 5 минут они обновляются. И если вы пойдете туда и будете взаимодействовать с НПК, вы получите практически постоянный баф на оставшуюся часть пробега. И примерно каждые 5 минут магазин снова открывается, и вы должны вернуться туда. Это действительно может способствовать такому поведению, как вознаграждение за риск. Например, хорошо, я могу подойти туда. Я попытаюсь добраться туда, чтобы получить повышение квалификации. Вы знаете, такие мелочи, как это я думаю, действительно очень-очень помогли бы. Мы пойдем дальше и продолжим работать над этими маленькими чуваками здесь. Я думаю, что сейчас у нас действительно идет приличная сборка. К этому моменту в игре я обычно гораздо больше двигаюсь и гораздо чаще избегаю смерти. Еще один уровень прямо там. Давайте продолжим и достанем еще один снаряд для волшебной палочки. Конечно, почему бы и нет. Да, превратите эту штуку в настоящий пистолет-пулемет, если сможем. Хорошо, и так мы посмотрим, понимаете ли вы, к чему я здесь кланю. Когда я сказал, что когда вы начинаете, это не очень интересная игра. Но как только вы проходите, скажем, 5-10 минут, вы говорите, «О, это игра в жанре фэнтези». Типа, это игра, в которой вы должны тусоваться, как уничтожающий материал. Давайте продолжим и сделаем еще одно обновление печеных. Это звучит неплохо. Я собираюсь поработать над этими тварями здесь и надеюсь создать дыру, чтобы я мог сбежать. Это то, что я предпочитаю делать в любом случае. Давайте. У них слишком много HP. Я не знаю, смогу ли я выбраться отсюда вовремя, если мы сможем сбить этого зомби магической ракетой. О, мы получили кучу повреждений прямо там, но похоже они исчезли. И у нас есть немного больше денег на этой стороне, так что я собираюсь забрать их. Я не знаю, что это такое. О, это морозильник. Я сделал пару прохождений, и я никогда раньше не видел, чтобы этот предмет выпадал, так что я возьму его. Мы возьмем здесь немного опыта. Используйте эту короткую передышку, которую мы получили от врага, чтобы захватить кое-что из вкусностей. Мне действительно очень-очень нравится этот предмет. Еще немного денег для кассы, когда мы вернемся в деревню. Давайте продолжим и захватим здесь еще несколько драгоценных камней. Хорошо, хорошо, хорошо. Библии отлично подходят для очистки этих маленьких светильников, потому что иногда у определенных персонажей у вас нет никаких способностей, которые непосредственно нацелены на то, на что вы смотрите. И поэтому на самом деле, может быть очень-очень трудно понравиться одной цели. О, возможно, это была ошибка. Возможно, я совершил ошибку. Хорошо, мы справились. С нами все в порядке. У нас все хорошо. Я просто подожду минутку и позволю врагам немного сблизиться, пока у меня не появится приблизительное представление о том, откуда они берутся. Сейчас мы получаем не так уж много опыта, и это не очень хорошо. Я предпочитаю, чтобы опыт постоянно повышался, потому что по мере того, как вы продвигаетесь дальше, как только мы пройдем около 10 минут, вы поймете, что я имею в виду. Например, вам в принципе нужно быть на месте к началу 10 минут, так что у нас есть около 3,5 минут, чтобы это произошло. К сожалению, у нас есть кое-что. Зеленые зомби действительно, действительно мускулистые, и они действительно, действительно сложены, и их трудно убить. Однако, если бы я мог заставить Почона атаковать в правильном направлении, вот и мы. Почон сделал кое-что прямо там. Я чувствую, что у нас может быть небольшой шанс. Я собираюсь пойти дальше и очень быстро убрать несколько светильников. Я тоже не знаю, что это значит. Что это значит? О, это протирание экрана. Черт возьми, да, чувак. Хорошо, давайте продолжим. И наша волшебная палочка. У нас есть много очков и волшебная палочка, поэтому я думаю, что это хорошая идея, добавить еще немного. Чтобы положить еще немного сундука с сокровищами. Безумие сундука с сокровищами. Включите музыку. Я имею в виду, что у этой игры очень простая презентация, но что касается музыкального оформления, саундтрека и того, как она дает вам сундуки и все такое, очень быстро становится совершенно ясно, что это своего рода современная игра. Давайте попробуем и... О, я хочу, чтобы другой сундук был прямо там. Это не исчезнет. Мы просто должны дождаться своего момента. Это дает вам стрелку, которая каждый раз указывает вам, где будет сундук. Так что вы никогда не потеряете сундук. Ох уменьшает охлаждение оружия на ох, урон наносится ближайшим врагам. Да, я возьму немного чеснока. Это звучит неплохо. Давайте возьмем немного. Давайте возьмем немного. Давайте вытащим сюда чесночный пистолет. Я разблокировал чеснок во время моего последнего запуска, и у меня не было возможности попробовать его, поэтому я придерживаюсь мнения, что мне бы очень хотелось попробовать чеснок. Я хочу этот сундук прямо здесь, и они не облегчают мне задачу. Типа, они знают, что я тоже хочу этот сундук, поэтому они типа жмут на него, чувак. Зомби здесь на самом деле демонстрируют довольно основательные тактические рассуждения. Я просто собираюсь пойти на это. Давайте. Что у нас есть? Мы получили еще одно обновление хлыста, так что наш хлыст сейчас фактически на третьем уровне, так что он должен начать размахивать с обеих сторон от нас. Если я правильно помню. Нет, это просто защита от повреждений. Давайте пойдем дальше, и мы доберемся. Давайте возьмем еще один. Давайте устроим здесь еще одну атаку хлыстом. Это звучит неплохо. Я имею в виду, что у нас много очков и ударов, и это начинает наносить серьезный одновременный урон. И как я уже сказал, мы должны быть готовы в ближайшие 2-3 минуты. И поэтому, надеюсь, я смогу получить операцию очень-очень скоро. Потому что мы начинаем получать там большие модернизированные летучие мыши. И вот тогда все начинает становиться немного более беспокойным. Потому что они быстрые. Они наносят большой урон. Они наносят большой урон. Избавиться от больших летучих мышей может быть своего рода кошмаром. Однако с модернизированным хлыстом я чувствую, что сейчас мы делаем довольно хорошую работу. О, мы едва пробрались сквозь эту орду летучих мышей прямо там. Очень приятно. Давайте, возьмите эту большую биту прямо там. У нас здесь что-то вроде протирки экрана или чего-то в этом роде. Я собираюсь продолжать работать над фонарями. Фонари, похоже, могут решить для меня проблемы, если я смогу получить еще несколько салфеток для экрана и что. Мы не выстроились в очередь, потому что враг здесь начинает проявлять беспокойство. Мы начинаем переходить к мясу и к картофелю. Это настоящая потрясающая часть игры, где ваш о-пенис начинает проверяться. Вы понимаете, что я имею в виду. И когда люди смотрят на ваш о-пенис, вы хотите, чтобы они были впечатлены. Давайте посмотрим, чего мы хотим. На самом деле, сейчас мы их довольно хорошо выстроили. Выстрелите еще одним снарядом. Да. На самом деле неплохо. Неплохо. Все идет довольно хорошо. Если вы слышите, как моя кошка кричит на заднем плане, я прошу прощения. Это потому, что он сейчас заперт со мной в комнате, и он отчаянно чувствует, что теперь, когда мне пора зарабатывать на жизнь и выполнять свою работу, он заслуживает побега. Он так сильно хотел быть здесь, пока я не обратил внимания на создание эпизода. А потом он решил, что теперь, когда все внимания сосредоточены не на нем, он покидает меня навсегда на зло и никогда больше не заговорит со мной. Я хотел бы открыть это прямо здесь. Не протирайте экран. Хорошо. Я хочу, чтобы экран был стерт. Например, я хочу, чтобы у меня была салфетка для протирания экрана, которая просто болтается, которую я мог бы использовать, когда почувствую, что она мне понадобится. Но, к сожалению, все, что мы получаем сейчас, это единичные гроши. Да, большие летучие мыши все еще не падают, каким бы я ни был дураком. Это немного прискорбно. Мы пытаемся нанести некоторый урон большим летучим мышам. Мы все же получили немного еды прямо там, так что это не значит, что мы в ловушке. Очевидно, что ситуация не из лучших. У нас сейчас происходит что-то с заводом. Я буду честен с вами. Именно здесь я теряю 90 своих персонажей. Прямо здесь, когда мы. Мы попадаем в ловушку растений. К счастью, на самом деле, я хотел бы повысить уровень своего чеснока. Эй, вон там выход. Нам, вероятно, следует убираться отсюда до того, как выход будет завален врагами. Да, просто дайте им попробовать чеснок здесь. Я кладу чеснок на все, когда готовлю, так что я его получаю. Дайте им попробовать это. Чувак, это было бы приятно для меня. Я бы сказал, о, эта волшебница пахнет чесноком. Я люблю чеснок. Я думаю, что это любовь. Но знаете ли, зомби относятся к этому по-другому. Протрите экран. Нет, не протирайте экран, чувак. Я чувствую себя так, словно прямо сейчас переворачиваю карты в колоде. Тем не менее, мы прошли 10 минут, так что это солидное начало. Жаловаться ни на что. Вам нечего стыдиться, как новичку, пробывшему 10 минут. Мы официально находимся в фазе игры Армия зомби, поэтому нам нужно выбрать направление и выйти из нее. В принципе, я думаю, что вижу наши открытия прямо там, так что я собираюсь пойти на это. Позвольте мне обновить чеснок. Ууу, хорошо, мы нашли свое место. Мы вышли, но они сходятся довольно агрессивно, так что я бы предпочел не болтаться здесь и не попадать в ловушку. Прямо сейчас я получаю серьезный пробег от Почона. Так что это хорошо. Почон, Почон, ведите меня к победе. Почон, нам нужно будет продолжить резку в этом направлении. Я не хочу слишком сильно распространять свой урон. Мы поднялись еще на один уровень. Это хорошо. Продолжайте, очень быстро дайте мне базовую информацию о моей Библии. Это хорошая Библия прямо здесь. Я вырос в религиозной семье. Это чертовски хорошее покачивание прямо здесь, парень. Хорошо, и так мы собираемся идти вперед и продолжать уничтожать врагов, побеждая там, где можем. Мы почти на вражеском рынке 2000 года, что действительно, действительно здорово и фантастично. Рад это видеть. Хорошо, у нас здесь небольшая передышка. Я не собираюсь становиться слишком диким и сумасшедшим, но я собираюсь стать немного более агрессивным. О, теперь у нас здесь есть оборотни, и у нас есть летучие мыши. Мы действительно должны посмотреть, есть ли летучие мыши. Я думаю, что наш чеснок сейчас действительно убивает летучих мышей, так что нам не нужно беспокоиться об этом. Защитный щит чеснока делает нас сильными. Недостатком этого является то, что на самом деле у меня нет возможности разграбить какой-либо опыт или что-то еще. Чеснок также вызывает призраков, что тоже фантастично. Хорошо. Если я смогу просто найти край этой орды и просто сгруппировать их, как будто мы действительно можем начать срезать края, как приятную резьбу. Свежий горшок. Свежая банка арахисового масла. Это должно быть на один уровень выше. Давайте продолжим и продолжим сокращать время перезарядки оружия. Я бы хотел атаковать как можно быстрее. У нас здесь целая куча опыта с того места, где мы устроили весь этот хаос ранее, так что я собираюсь пойти дальше и продолжить. И есть еще один уровень выше. Давайте продолжим. И я собираюсь увеличить урон, наносимый всеми способностями, на 5%. Хотя, возможно, это то, что нужно прямо здесь. О, только что едва пробился на другую сторону. Я должен был сделать. Мне пришлось прямо там принять трудное решение о сцеплении, и оно меня не обрадовало. Я думаю, нам придется пойти этим путем. Призраки немного подорвали мое здоровье. Давайте еда. Мне здесь нужна еда. Мне нужна еда. Помогите своему человеку выбраться. Все, что угодно, кроме одной монеты. О, нет, чувак. О, нет. О, боже. Происходит так много всего. Я сейчас законно боюсь за свою безопасность. О, боже мой. Да, просто разрежьте посередине. Красиво, быстро и чисто. Мы были не так быстры, как нужно. Я нахожусь под наблюдением. На мой пенис О посмотрели. И оказалось, что ему не хватает и не хватает многих различных параметров. Еда. Я даже не знаю, что я только что взял прямо там. Я понятия не имею. О, это отстой во всей славной Библии XP. Да. Давайте продолжим изучение Библии получше. Чувак, это удивительная способность. Все перезарядки закончены, а затем мы перейдем к скорости передвижения, и похоже, это продолжительность каждого фрагмента опыта на карте, который мы пропустили. У меня почти ноль. О, черт, слава богу, чувак. Мне это так нужно было. И поэтому, как вы можете видеть, эта игра оказывается намного больше, чем то, что она обещает на жестянке за 3 доллара. Я был в восторге от этой игры последние пару часов. Как будто просто попасть на эту фазу игры и просто увидеть хаос и хаос, которые разворачиваются. Это как награда и как сокровище. Это игра, которая действительно как бы побуждает вас быть подавленным, и как бы очень, очень реально потворствует тому аспекту игры, который я считаю очень, очень важным для обеспечения продаж. О, они появились прямо там. Это облом. Я собирался пойти вон, затем бра. О нет, чувак, растения. О нет. И это игра. Вот оно прямо здесь. Выжившие вампиры. Когда мы выберемся отсюда, мы разблокируем кольцо молнии, так что это действительно, действительно круто. А потом мы сможем вернуться. Сейчас у нас есть 548 долларов. Я не знаю, есть ли на самом деле что-нибудь, что я могу здесь купить. У нас есть несколько различных улучшений и вещей, которые мы можем подобрать, и это будет просто своего рода общее обновление. Итак, у нас есть все, начиная с увеличения скорости передвижения. У нас есть увеличение количества снарядов, хотя это очень, очень дорого. Мы можем увеличить нашу удачу, что даст нам больше возможностей выбора. Когда мы повышаем уровень, у нас появляется магнит, который позволяет нам подбирать предметы издалека. Я думаю, что это действительно, действительно круто. Мы получаем больше монет. Я думаю, что обычно это довольно хорошее место для начала. О, мы тоже получаем регенерацию. Хорошо, я собираюсь пройти уровень регенерации, и я собираюсь пройти уровень жадности. Мне также нравится, что в дальновидном мышлении они уже разрешили вам вернуть ваши бонусы, если вы захотите переместить свои ассигнования. Это очень часто игнорируемая вещь. Мы отправимся с Антонио в этот рейс. О, мы тоже открыли новую сцену. Давайте займемся библиотекой. Да, это звучит забавно. О, у него тоже другой саундтрек. Мне это нравится. Давайте посмотрим, чтобы мы могли достать нож, которым сможем стрелять. У нас есть зоны повреждения с водой Санта-Клауса. Я пойду вперед и сделаю это. А еще у него появились новые враги. Черт возьми, да. Я ожидал, что там будет что-то вроде перекраски или чего-то еще, но на самом деле у нас разные наборы врагов на этой новой карте. Я собираюсь посмотреть, где я могу нанести некоторый урон прямо здесь. Вот и мы. Вот мы и подошли еще немного. Мы получили некоторые повреждения прямо там. Все в порядке. Теперь у нас есть регенерация. Святая Вода создала небольшую зону огня прямо там, так что это хорошо. Святая Вода действительно хорошо приземлилась с той стороны. Очень, очень обалденный саундтрек. Я в этом разбираюсь. Определенно похоже, что все в этой игре действительно воплощает в себе простоту стилей и формы игр 1995 года с современным блеском. И это то, что мне в этом нравится. Давайте продолжим. И мы получим дополнительный хлыст. Итак, теперь мы качаемся по обе стороны от себя. Я большой поклонник кнута. Я чувствую, что недооцененный хлыст это красиво. Хлыст это довольно круто. Потому что теперь я могу просто двигаться как восьмерка или почти как круг. Я собираюсь двигаться с некоторой скоростью. Это звучит неплохо. Давайте. Я хочу посмотреть, какие враги существуют позже на этом этапе. Вот и мы. Убейте их. Убейте их всех насмерть. Эй, уберите их отсюда. Вот и мы. Еще пара убийств с той стороны. Хорошо выглядите. Сейчас мы немного стеснены в средствах. И таким образом, это в основном похоже на цилиндр, который на самом деле немного меняет ситуацию в отношении того, на чем вы хотели бы сосредоточиться в дизайне карты, фактически диктуя правильный курс. Когда дело доходит до прокачки вашего персонажа, это то, что я тоже фанат. Немного денег, немного опыта и звон того бра. Так что да, это немного больше похоже на боковой скроллер прямо здесь, так что вы захотите расставить приоритеты в атаках, которые позволяют вам атаковать направленно, а не всенаправленно. И так, как будто нам повезло здесь в том, что наш хлыст похож на короля направленных атак. Я думаю, что я собираюсь развернуться и посмотреть, есть ли какой-нибудь способ, которым я могу вернуться к этому XP здесь. Даже если это будет стоить мне HP, я в порядке и пойду на это. Значит, у нас лучшая скорость снаряда. Я думаю, что мы, вероятно, захотим пойти S. Давайте возьмем нож. Я думаю, нож просто будет метаться примерно в восьми направлениях, в зависимости от того, в какую сторону вы смотрите. У вас там какая-то гнилая штука. Я не знаю, что это такое, но оно только что укусило меня, так что я буду считать, что это неблагожелательно. Это маленькие головы медузы прямо там. К чему это сводится? Это не похоже ни на что. Хорошо, на этом уровне будет сложно получить опыт. Да, просто продолжайте их немного стирать. Хорошо, хорошо, хорошо. Мы собираемся перевернуть. На этом всего за две секунды развернитесь и идите в другом направлении, чтобы, может быть, получить возможность получить немного этого опыта. Это примерно так, потому что, например, передача опыта — ужасная идея в этой игре. Позвольте мне принести еще воды Санта Клауса, которая звучит неплохо. Немного этого дополнительного огня Санты. Это просто создает те маленькие мертвые зоны, которые враги не могут пересечь, и я нахожу, что это хорошо для того, чтобы как-то сокращать волны. К сожалению, вода Санта Клауса может приземлиться за пределами игрового поля. Это то, что я хотел бы видеть измененным. Это должно оставаться в пределах, например, зоны, по которой игрок может пройти. Я получу дополнительные 10% урона прямо здесь. Звучит неплохо. Это очень быстрая, очень увлекательная, очень крутая игра. И, например, за 3 доллара, чувак, тот факт, что я уже провел в этой игре 4 или 5 часов, и я хочу играть так намного больше, просто из-за того, что я увлекаюсь играми Power Fantasy. Я действительно искренне занимаюсь такими вещами, как эти игры Wizard of Legend, которые позволяют вам действительно-действительно фундаментально придерживаться правила крутости и становиться таким же сильным и убивать, как сотни врагов за раз. Это, как правило, мой хлеб с маслом. Это похоже на мое варенье. Это то, что мне нравится больше всего. Теперь у нас есть наш первый большой враг, который начинает появляться прямо здесь, так что мы пойдем вперед и как бы пойдем в направлении прямо здесь. Мы будем держать это в тайне. Я собираюсь нырнуть и захватить кое-что из вкусностей прямо там. Я уже давно не видел, как разворачивается моя Санта-вода. Санта-вода. Почему вы расслабляетесь? Вот вы где. В некотором смысле это на самом деле просто случайные удары по врагам в нижней половине экрана. Хорошо, так что на самом деле это похоже на позиционную способность, на которую мы должны обратить внимание. О, я надеялся, что это будет цепочка вокруг. Увы, никаких цепей. Но мне это действительно нравится. У них есть способности, которые заставляют вас думать о том, где вы хотите держать фокус камеры. Как будто маленькая четвертая стена ломается. Маленькая четвертая стена ломается. Такие способности на самом деле довольно крутые. Например, я понимаю, что на самом деле это кажется делает довольно хорошую работу. Мне придется потерять немного HP прямо здесь. Я не хотел, но я допустил ошибки в своем движении и поэтому. Еще немного опыта прямо здесь. С удовольствием посмотрю на это. Я мог бы проскользнуть вниз и пройти прямо там, но у меня есть возможность с этой стороны как бы проскользнуть в одном направлении, так что это то, что я собираюсь сделать. Но да, это выжившие вампиры. Я надеюсь, что вы, ребята, это поняли. Мне очень, очень, очень нравится эта игра. Это игра, которая, на мой взгляд, действительно использует что-то простое и одновременно действительно использует что-то захватывающее. И это действительно позор, что прямо сейчас он находится в Steam с тремя отзывами. Поэтому я подумал, знаете что? Я собираюсь бросить свою шляпу на ринг. Я собираюсь помочь этой игре. Я собираюсь, я собираюсь, я собираюсь помочь этому человеку. О, у нас здесь большая коллекция канделябров. К сожалению, их захват привел меня к неприятностям. У них есть выжившие вампиры. Если вы увлекаетесь роботронными играми в стиле ретро, в которых есть что-то вроде жуликоватого света, вы могли бы сделать намного хуже. Я очень, очень рад видеть, куда пойдет эта игра, потому что мне кажется, что разработчики хорошо разбираются в основах игр, и им нравится то, что делает игру увлекательной. Так что, несмотря на то, что игра не похожа на сумасшедшую, на нее приятно смотреть, и в визуальном отношении в игре не так много интересного. Что касается игрового процесса, я думаю, что они действительно, действительно зацепились за что-то здесь, что говорит мне как геймеру, как будто это та игра, в которую мне лично нравится играть. Несколько замечаний. Я хотел бы видеть полноэкранный режим. Вы, без сомнения, заметили, что я отправил это видео в почтовый ящик. Это потому, что игра воспроизводится в окне и не имеет доступного полноэкранного режима. И так или иначе, это то, чем я бы занялся раньше, чем позже, добавив, например, полноэкранный режим 720p, даже если он растянут или похож на дисплей 1080p. Я бы определенно поработал над этим. И потом, честно говоря, там много метапрогрессий, как мне бы хотелось, чтобы между прогонами было что-то вроде анимированной деревни. Поэтому вместо того, чтобы покупать апгрейды из такого же стерильного меню, как у них, вы возвращаетесь в штаб-квартиру или возвращаетесь на базу охотника на ведьм, и вы улучшаете маленькие здания, чтобы получить те же улучшения удачи, улучшения HP и тому подобное. И постепенно здания становятся все более впечатляющими и тому подобное по мере того, как вы повышаете уровень своего персонажа. Я хотел бы увидеть, как происходит сделка типа легенды перчаток, когда вы, например, вот так бьете, а я нет. Сейчас мы находимся на 14 уровне. Как будто было бы круто, если бы с каждым 14 уровнем модель вашего персонажа становилась немного круче. Итак, вы начинаете в основном как парень в рубашке, штанах и хлысте. А потом, знаете ли, на 10 уровне у него теперь что-то вроде пульдрона. На 15 уровне у него теперь что-то вроде шлема. На 20 уровне у него теперь что-то вроде нагрудника. На самом деле это не влияет на игровой процесс, но как бы позволяет визуализировать. Я нахожу, что как конечному пользователю мне нравится, когда в модели моего персонажа есть какая-то визуальная прогрессия. Это всего лишь я. Но сейчас игра стоит 3 доллара в Steam. И честно говоря, за 3 доллара я чувствую, что вы могли бы купить гораздо более дерьмовые игры. Это. Это мое честное мнение. Это классное название, которое действительно ошеломило меня и удивило. И мне нравится, когда меня удивляют. Я больше ничему не удивляюсь, выполняя эту работу. Как оказалось, одна из вещей заключается в том, что вы проходите примерно 1000 игр в год, и иногда магия может немного ослабнуть. И я знаю, что вы не должны говорить такие вещи вслух, но я чувствую, что это важно обсудить. Потому что, например, когда вы делаете то, что делаю я, очень легко скатиться в такое мышление, когда вы думаете, о, я все видел. Но я действительно очень рад сообщить, что выжившие вампиры — это не тот случай. Мне здесь не на что жаловаться. Я бы хотел, чтобы была добавлена поддержка полноэкранного режима 1080p. Я бы хотел, чтобы было добавлено больше захватывающих вещей, а не просто простые меню для обновлений и тому подобного. Но в конце концов, игра действительно отражает весь смысл видеоигры, которая должна быть веселой и обеспечивать эскапизм. Как будто все это пропитано каким-то стилем и любовью, которые простые спрайты и искусство на самом деле изначально не вдохновляют. Когда вы впервые взглянете на скриншоты, подобные этому, это та отличительная черта игры, в которую вы должны играть сами, потому что скриншоты не будут отражать это должным образом. Например, я потратил на игру около четырех часов и, честно говоря, очень рад вернуться к новым пробежкам. И на самом деле, я пробегал здесь и там, где только мог. Потому что, например, я играю в другие игры, но обычно они заставляют меня выполнять напряженную работу или ждать, пока таймер остановится, прежде чем я смогу что-то сделать. И поэтому эта игра идеально вписывается в эту скобку. Это очень привлекательно, быть слабым и уязвимым для врага и достигать уровня, когда вы убиваете десятки врагов за атаку, танцую под музыку Super Chess Lut. Я упоминал о супер сундуках. Я не знал о супер сундуках, когда записывал это видео. Это супер сундуки, и они супер-супер, супер-веселые, как может подразумевать название супер, но как и все это, что делает игру абсолютным бунтом, я не могу рекомендовать ее достаточно высоко. Мне это понравилось. Я буду очень внимательно следить за ранним доступом, чтобы получить больше контента, снаряжения, изданий, врагов и тому подобного. Но сейчас мне пора идти. Меня зовут Splattercat. Я каждый божий день просматриваю досье, чтобы найти то, что стоит в мире инди-игр, в чем вам нет необходимости. Сегодня на плахе у нас были выжившие вампиры. Это примерно 3 доллара. Я обещаю, что вы хорошо проведете время. Увидимся позже. Спасибо, что заглянули. И я вернусь завтра с чем-нибудь горячим, свежим со сковородки Индии. Всем пока.